здравствуйте уважаемые друзья сегодня у нас на обзоре фидера от компании zemox популярные фидера zemox iron ну давайте сразу начинаем серия состоит из 8 моделей фидера довольно популярные в принципе многим очень известные но все равно люди задают вопросы потому что действительно информации вроде как они их на рынках много на рынке да но вот точных каких-то данных не у всех есть по тем же посадочным диаметром вершинок по раз длине рукояти либо толщине бланка кольцам и так далее то есть вот как то вот этот момент он как мне кажется может быть более обширно могли бы производители осветить эту серию потому что она в общем то считается народная и в целом очень неплохая давайте расскажу в двух словах скажем так по карбону да здесь высокомодульный карбон бланки довольно таки тонкие ну сказать что они slim я бы не сказал но в общем-то приемлемые скажем так вот для такого уголечка такой модульности до бланки в неплохие очень неплохие то есть скажем так это максимум что можно было сделать из этого плюсы этих фидорочков конечно в том в их универсальности в их надежности да это в общем то самое основное за что их любят по катушка держателю достаточно надежный катушка держатель с удобной верхним с удобным верхним форогриппом люди закручивают ставят сюда затягивают шеститысячники я знаю людей даже которые восьмитысячники от шамана сюда ставят на дакар походит с экстра хэвиками все сюда встает лапки очень приятные то есть они не фирменные эти катушки держатели никакие не фуджи и так далее вот мой очередной скажем так не очередное скажем так одно и то же что я делаю во всех видео это вот смотрю ставку вот эту бланков катушка держатель насколько закрыта эта дырочка то здесь все шикарно в этом отношении то есть хоть и бюджетные фидера но здесь действительно добротно все сделано подкопаться не к чему и действительно это вот как раз тот случай когда качественный бюджет можно сказать да потому что за эти деньги далеко далеко ой как не все фидера могут похвастаться именно таким качеством исполнения надежностью и так далее даже в более дорогих серий я вижу что я нахожу косячки да ну как бы какая выходная цена заводов у этих серий где нахожу косячки которые стоят здесь за облачных денег я конечно примерно понимаю и далеко не всегда они соответствуют но давайте дальше про айрон и рукоятка обои обои качественные никаких проблем ни у кого не возникало во всяком случае мне это не известно дальше его мелкопористая обрезанная сзади ничего здесь внутри торцевой пробки никаких никакой нет просто идет обрезанная его с небольшим утолщением но приятно минимализм но он удобный удобный да бывает минимализм неудобно и некачественно здесь как раз тот случай когда он удобный и качественный пробка мелкая мелкопористая не крошится действительно выдерживает какие-то нагрузки удары и так далее дальше дизайн точность также не броский не вороний не яркий а действительно такой солидники приятный по кольцам противозахлёстное нижнее кольцо у всех моделей с надежной вставкой которая позволяет ловить и на плетню и на монку и как в общем-то угодно даже тянуть кормушку из воды это я к тому что некоторые вставки колец в как в тех видео которые я снимал раньше у некоторых моделей да узнаете хотите узнать смотрите видео да там ставочки такие которые я знаю эти кольца и они не выдержат два-три сезона если мотать кормушку напрямую из воды пока она не всплыла они пропилиться здесь в этом отношении все хорошо вопросов никаких не будет достаточно надежный и хорошо притертыш пилотное соединение по лаку примотки колец и все остальное ну редко очень встречаются какие-то капельки потёка но опять же это все ерунда полная то есть можно это ножом убрать а можно ничего не делать по большому счету если это не нужно по посадочному диаметру вершинок значит 2 и 3 миллиметра у всех кроме самого мощного 140 который 390 до 140 там вершинки 3.0 это такой хороший речник ну давайте тогда мерить раз про вершинки наверное с них и скажу с них и начну точнее длина вершинки 40 сейчас прям вот идеально точно вам по мере 45 и 5 сантиметров но с толщина фасад посадочный диаметр соответственно 2 и 3 уже больше не буду об этом говорить сказал сразу здесь делаю объявление кто закажет первые пять человек которые пришлют заказы на айрон после выхода ролика получают вершинку в подарок которая нужна значит толщина бланка у модели 270 до 30 грамм один сантиметр 10 миллиметров один сантиметр так диаметр пропускной внутренний диаметр нижнего колечка тоже очень многих интересует но почему такой информации мало где встречается я даже я честно говоря не видел нигде поэтому что видел вот поэтому так говорю может где-то встречается значит 15 хороший диаметр то есть для этого пики ручки это вот тот диаметр который нужен значит длина рукояти 40 ровно расстояние от центра держателя до кольца 64 следующая модель к 300 до 40 грамм вершинки точность такие же кстати говоря по поводу вершинок от замокса айрона прекрасно подходят вершинки они взаимозаменяемые к собанееву фотон про поэтому имейте это ввиду кто-то может их взять поставить на собанеев фотон про а кто-то соответственно оборот но у собанеева чуть-чуть они почувствительны но в принципе это не критично никак там совсем немного значит 40 сантиметров длина ручки от катушка держателя до кольца 67 колечко тоже я так понимаю 15 дальше меня спрашивают кстати говоря вот я упустил этот момент по вершинкам но стадо ним не знаю нужно ли открывать каждый тубусик с вершинками спрашивают вот о чем соответствует ли то что указано на вершинках реальным их тесту ну скажем так и практически да то есть можно сказать да потому что я думаю кто ролики мои смотрел видео обзоры других моделей бюджетного сегмента ну там бывает что совсем кошмар написано единичка на самом деле это тройка или четверка и просто хаос какой-то и перепутанится или они одинаковые почти все хотя написано все разные то есть в этом отношении замксу можно сказать большое спасибо именно за то что действительно вершинки практически соответствует тому чего написано да и вот по ощущениям данного в руке они очень похожи плюс еще вот крайне такой вот вроде бы мелочь вроде бы мелочь но это совсем не мелочь это очень удобные вот эти тубусы у земок со во первых они прочные то есть это по прочный пластик он надежный во вторых они с хорошими заглушками и правильного диаметра то есть это вот прям не надо запихивать вершинки там что не влезает вот посмотрите там squadron например там серии у флагмана да там вообще безумно тяжело то есть не запихнуть вершинку а есть пикера в которых на вершинку просто не лезет ну как бы одна вершинка на не влезает в тубус и все но ее надо перевозить вставленный но никак иначе то есть здесь в этом отношении просто шикарно очень удобные тубусы надежные с прочные и очень удобные и с крышками со всем остальным я просто вот спокойно могу под какие-то свои фидера даже которые у меня стоят действительно заменить там вот на этой на эти тубусы потому что они для меня очень удобны так значит по вершинкам давайте тогда буду говорить раз я их запаковал просто думал что на мультифиш у вас принципе есть вся информация то есть сколько унца идет какому фидеру ну давайте вот я просто назад вернулся фидерочку которая 270 до 30 значит здесь у нас три вершинки карбоновых 075 полторашка и 05 тюльпаны не противозахлестные на вершинках не противозахлестные но диаметр колец позволяет абсолютно это тот минимум который может может позволять ловить шок лидером допустим вот как я маркерный такой у меня на диаметр основа плетня 012 допустим да и шок из монолески 026 028 правильный узелочек если вяжите сюда до привязка к шока к монке шикарно у вас все пролетит все будет отлично но главное вяжите правильный узел какой узел есть на сайте мультифиш в разделе обзоры и совет ссылочку под видео я поставлю посмотрите как правильно вязать узел там будет у вас прям вот кадр по каждому там движению до что не разберется даже ребенок значит возвращаемся к чему остановились 300 до 40 грамм также три карбоновых вершинки с диаметрами с диаметрами солнцовками 075 тест единичка полторашка следующая модель 360 до 70 диаметр бланка 13 с половиной диаметр бланка диаметр колечка точности такой же пятнашка расстояние значит рукоятка 45 от центра держателя до кольца до 67 от центра катушка держатели повторюсь до кольца вершинки точность такие же по длине то бишь сколько там у нас было 44 с половиной сантиметра также карбон по унциям полтора единичка и два с половиной вершин все в наличии есть кому нужно пожалуйста обращайтесь в этом отношении все хорошо так и кстати говоря на всякий случай здесь же упомянусь про бесплатные запасные части мы делаем уже не первую акцию по раздаче бесплатно до двух штук в год каждому покупателю кто у нас купил тот или иной удилище фидер мах там баллонку спиннинг и так далее я объявляю акцию и любой человек может получить запасную часть если он где-то придавил свой там фидер мах спиннинг свое удилище да и соответственно это все будет ему бесплатно два условия это покупка у нас мультифиша этого удилища и второе условие этого обязательная подписка на социальные сети в магазине нашего магазина странички нашего магазина это вконтакте телеграм основные youtube дальше ru tube facebook и instagram ну поехали дальше значит 360 до 90 следующая модель меряем диаметр бланка он у нас 13 нет не 13 с половиной расстояние рукоятка сама 45 расстояние от центра держателя до кольца 68 колечко также 15 миллиметров три вершинки все карбон значит по длине точность такие же одинаковые как и предыдущих единичка 3 и 2 3 2 унцы так следующий 390 до 100 одна из самых популярных моделей но расскажу когда сейчас ее разберем значит диаметр кольца внутренний диаметр колечко 18 диаметр бланка 14 длина рукояти 46 46 от центра держателя до кольца 65 сантиметров также в комплекте у нас три вершинки также все карбон по унцовкам два с половиной три с половиной и полторы унцы так следующий 390 до 120 грамм диаметр колечко 18 диаметр бланка 14 ну 14 сейчас вам точно скажу 14 с половиной так так рукоятка 47 от центра держателя до кольца 70 так по вершинкам здесь все еще посадка 2 и 3 миллиметра значит три унцы 2 и 4 унцы и последний у нас мощный собрат 390 до 140 грамм колечко у нас также 18 внутренний диаметр его да здесь у нас 14 для толщина бланка расстояние от центра держателя до кольца 72 и рукоятка 50 ровно также в комплекте три вершинки с посадкой уже 3.0 5 3 и 4 унцы все карбон так в общих сказал в общих чертах сказал да вроде ничего не упустил давайте раскладываем и смотрим уже строй так господа разложили но начинаем с самого младшего который у нас сейчас есть 9 до 30 грамм девятка то есть это 270 кто не знает умножаем на 3 футы получаем сантиметра получаем длину в сантиметрах так ну вот смотрим я нагружаю точнее трясу пока еще быстрый строй довольно такое не могу сказать что очень расклябанное удилище нет и мы поставили сюда на все фидера среднюю из комплекта вершинку поэтому вот исходя из этого смотрите нагружаем давайте этот вот лайтик ну приятный приятная палочка то есть она может и вязать она может и силовое вываживание вам давать да и она точность также держит небольшое течение по перегрузу допустимо то есть хоть из м экспозиционирует тест как общий то есть вес кормушки плюс вес корма но конкретно вот давайте я про все прямо сейчас огульно говорить не буду но вот допустим этот фидерочек я ловлю я ловил даже 56 грамм кормушкой плюс корм и никаких проблем в этом не испытывал он где-то надо по моему 30 метров я им забрасывал там 32 что у меня было по маркерным стойкам а вот от какого за счет мягкого веса от какого веса он может бросать да вот за счет этой вот мягкости относительной верха ну от 14 грамм то есть я думаю примерно так хотя я вот на нем маленький вес не бросал значит следующий у нас в руках это 300 до 40 грамм смотрим колечки я вам специально кому интересно показываю на камеру насколько это можно ну приятно видите карта колец правильная расстановка абсолютно колец у всех бланков я на этом уже не буду акцентироваться построю быстрый строй видите какой и он быстро встает смотрите даже несмотря на не сильно дорогой уголь он достаточно хорошо встает то есть никаких я считаю что это вот ну отлично все сделано вот у этих палочек у этой серии относительно уголечка да относительно оконусности относительно баланса и так далее по поводу перегруза опять же можно его перегружать но опять же я не производитель из эмакса да то есть это что называется неофициально это лично мое мнение то есть также я им ловил даже 70 грамм я оставил сюда кормушку да он заваливается уже все 70 грамм он заваливается но 42 плюс корм он еще совершенно спокойно бросает соответственно реки стоячий водоем то есть как я сказал раньше серия все-таки универсальна видите вот я держу вот таким образом и вверх достаточно жестко тяну ну видите правильный строй то есть он нагружается упругий упругая нижняя часть которая начинает загружаться уже когда нагрузочка серьезная поэтому действительно палочки палочки приятные но вот сюда может быть колечко бы больше поставить ну хотя в принципе не то что не могу сказать что это критично построил опять же не сказал что у нас в руках 360 до 70 вот но больше все-таки речная палка либо силовая палка для карповников чтобы можно было карпа ловить потому что для стоячих водоемов все-таки она жестковато но это вот по мне да но все-таки позиционируется как универсальная серия до универсальная это река стоячие водоемы но как вы сами понимаете как все сезонная резина есть летние и зимние здесь есть сезонка где все-таки чего-то не хватает от другой поэтому вот палочка действительно не настолько кол чтобы ей конечно не ловить на стояке что он там будет все сливать всю вам рыбу да но в то же время все-таки это больше речная палка ну давайте нагружаем ну точность такой же строй приятно что они все одинаковые в общем то все прогнозируемые вот по весу 70 грамм 90 и от примерно он начинает уже сам вбрасываться 28 грамм плюс корм он только-только начинает загружаться и бросать вот имейте это ввиду значит следующая палочка у нас 360 90 уже вот так же быстрая похожая на 70 ну по колечкам все то же самое он показывал на белую дверь мне напишут пользователи что попытаться на белую дверь показывать почаще но вот я показываю так по поводу сразу перегруза здесь тест 90 грамм но вот 90 грамм кормушка плюс корм совершенно спокойно от 28 грамм он также как бросает нагружаем я свои руки показываю как я держу двумя руками достаточно жестко ну строй такой же я бы сказал средний быстрый быстрый но этот еще быстрее это тоже быстрый это у нас в руках 390 120 до для 120 и 390 в принципе вполне лежит в руках вполне хорошо вполне удобно и имеет очень неплохой баланс то есть вообще вся серия iron как вы понимаете мне зашла то есть я ее одобряю к покупке в отличие от некоторых серий которого наверное раньше смотрели что вышли мои ролики до где там явно цена не соответствует качеству константин михалыч проверил что не ошибся видимо но обрезать это ничего не будем смотрите здесь колечко уже покрупней видите по весу 120 кормушка совершенно спокойно он бросает он может бросить и больше но имейте ввиду вы слегка проиграете в дистанции нагружаем да вот все прогнозируемо смотрите вот еще сильнее он делает да и дальше уже начинает прогружаться как бы упругий очень бланк действительно с запасом с таким чтобы можно было прогрузить что фидер не сломался и бросил поэтому ничего плохого про серию iron я критикую как вы видите много и говорю в общем то объективно но действительно объективно как ни крути да действительно что говорю что вижу что то и говорю что называется вот но вот эта серия iron она действительно интересная то есть она стоит этих денег 13 100 то есть 390 до 100 грамм в руках быстрый строй даже 390 100 приятная абсолютно в руках даже учитывая бюджетность этой условно удочки но очень хорошо в руках она лежит опять же катушки практически сюда заходят шеститысячники даже я знаю восьмитысячник туда ставили на карпа как я вам раньше говорил по поводу колечек крупные колечки противозахлёстные дальше абсолютно правильно и никаких матчевых колец как не в некоторые ставят сюда там не поймите для чего и за что и вообще это я адресуюсь назад к предыдущим моим роликам где я там критикую в общем то по поводу веса значит кормушки хоть и написано 100 но 300 но 100 90 100 120 70 это вот ее их вотчина этот фидер вкладывается хорошо бросает и действительно далеко летит нагружаем ну вот то же самое видите прогнозируемые очень хорошо работает бланк в нагрузке то есть правильно распределяет нету завалов понимаете да где-то в каком-то месте допустим и нагружаем да и он быстро прогибается а потом его надо сильнее 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 он не работает дальше не распределяет он еще и начинает еле-еле и соответственно в этом месте может быть поломка поэтому здесь все прогнозируем и все очень хорошо 390 140 у меня в руках точно так же крупное колечко эти карта колец правильная хорошо будет все лететь не залипать быстрый строй учитывая что это даже 140 тест в руках он лежит практически как 120 390 120 ну чуть-чуть совсем по балансу может чуть-чуть совсем проиграет но опять же очень приятная палка хороший фидер ничего плохого по нему сказать не могу 70 90 120 совершенно спокойно я им бросал 150 аж такую металлическую кормушку не с небольшим количеством корм там грамм 30 по моему было тоже бросает но плавно да с постепенным ускорением бросайте чтоб не заломать его именно холстом небос как спиннинговый заброс вот не надо так делать хорошо посылает эта палочка это не кол опять же как некоторые делают просто как весло да которое не работает да и или ломается если вы сильнее нагрузить а здесь действительно она именно заряженная такая до заряженные бланки очень неплохие ну вот друзья все все посмотрели как всегда в конце показываю чехольчик надежный хороший плотненький чехольчик и синтетического материала со специальным внутренним покрытием который не пропускает влагу воду завязок здесь нет здесь есть липучки которые в общем то удобны не надо будет вязать что-то раз накинул и так далее есть три отделения для колен с маленькое среднее побольше для комля все это прошито каждое отделение и такой боковой кармашек тоже с клапаном на липучке для тубуса с вершинками и он достаточно большой что туда войдут даже два тубуса некоторые люди я знаю там возят два тубусика запасными вершинками на всякий случай если вдруг поломается но даже в этот в один тубус войдут не три вершинки а я думаю штук там пять точно поместится без всяких проблем обшит тоже качественно я не могу придраться там ни к швам ни к чему то есть ничего здесь вроде не разваливается да это вот прям не супер пупер там экстра элит класс да но для этой цены для этого бюджета вполне чехол приличный и смотрится он очень неплохо поэтому советую в общем так покупки сразу объявления по еще разочек повторяю все пять первые пять человек которые закажут фидера у нас в магазине получают любую вершинку в подарок бесплатно и еще раз должен сказать что также все наши покупатели которые покупают у нас удилища различных фирм производителей любые удилища кроме наверное штекеров разве что имеют право на получение двух запасных частей бесплатно до двух штук в год условия это покупка соответственно как я сказал в магазине мультифиш этого фидера маха там любого удилища и второе это подписка на странички в социальных сетях вконтакте телеграм фейсбук инстаграм youtube рутюб каналы эти два условия если выполняется человек купил удилище у нас он может обратиться в период проведения акции и получить бесплатно запчасть даже если он ее сломал естественно по собственной инициативе более того мы даем от своего магазина бесплатную пожизненную бессрочную гарантию на все удилища замокс айрон и многие другие удилища которые у нас продаются на весь срок их службы вы полностью застрахованы если у вас вдруг выскочит какой-то заводской брак мы их забираем меняем нас обмениваем если удочка уже достаточно старая она снята с производства и нету запасных частей больше к ней то мы соответственно предлагаем либо альтернативный вариант либо делаем бесплатный ремонт также с пожизненной гарантией на место ремонта но либо даем максимальную какую-то скидку которые на покупку аналогичного удилища которого захотите в общем подписывайтесь покупайте всего вам доброго и до новых встреч до новых встреч субтитров. Продолжение следует...